Приветствую вас. Я думаю, что позиция защиты от нападений является крайне деструктивной, крайне бесперспективной, крайне энергозаправной и, по сути, вам ничего хорошего не несущи. Дело в том, что ключевой момент заключается в том, что вас достаточно легко вывести из равновесия. Ключевой момент заключается в том, что вас достаточно легко вывести из этого состояния, состояния спокойствия, состояния уверенности в себе, состояния стабильности. Это означает, что вы сами плаваете в своих представлениях о себе, вы недостаточно уверены в себе. И мне думается, что нужно исследовать и работать с тем, почему стресс на вас так влияет, почему стресс является стрессом. Понимаете? Вот. Пока же то, что вы делаете, это по сути просто избегаете. Но вы предлагаете бороться с тем, что есть у всех людей. Вы предлагаете бороться с тем, что с одной стороны испытывают все люди, но с другой стороны, люди воспринимают абсолютно нормальные, объективные вещи, как что-то ужасное. И именно отношение к этому, если вы не можете изменить окружающую среду, нужно менять. Понимаете? Основной момент, что жалко, что вы не раскрываете, в чем именно проявляет ваш стресс, это было бы гораздо лучше. Основной момент работы со стрессом заключается в том, что вами воспринимается наличный счет, то, что случается. То есть вы видите какую-то ситуацию, которая является для вас стрессовой, и вы воспринимаете ее на свой счет. Но это крайне негативная позиция. С одной стороны, это говорит о том, что у вас нет расставленной личной границы. С другой стороны, это говорит о том, что вы все-таки не уверены в себе. И ваше представление о себе недостаточно выверены, недостаточно четкие, недостаточно яркие. Яркие и вероятно, они зависят от многих факторов. Вот. Докая вот история. Сюда добавляется тревожность. Это как бы отдаление от своих чувств и желаний. Сюда добавляются страхи. Это инверсированные желания. И, соответственно, все равно добавляется, наверное, проблемность за все контролировать, что, опять же, связано с вашим чувством незащищенности. И вот с этими аспектами, с теми, и нужно работать. Как бы парадоксально это ни звучало. А так, просто, навыки сопротивления стрессу, это будет уже больше просто повышать ваше напряжение. И ничего хорошего вам это, к сожалению, не принесет. Кроме того, вы думаете, что все эти решения находятся в когнитивной сфере. Но на самом деле нет. Далеко не все решения находятся в когнитивной сфере. Некоторые решения находятся все-таки в сфере эмоций, в сфере чувств. И от того, что вы игнорируете свои чувства за счет того, что вы пытаетесь перенести это в когнитивную сторону, тоже возникает расщепление. Так что, я думаю, что ответ вам может быть именно такой. Не нужно бороться со стрессом. Нужно принять, что в этом причиняет вам боль. И принять это. Принять это. У меня такое ощущение, что вы себя не принимаете. Понимаете? Вот вы не раскрыли полностью как личность. Вы не позволяете своим чувствам свободную встречу. Вы не прислушиваете себя, пытаетесь себя зажимать. Такая вот история. Кстати, на отсутствие принятия указывает то, что вы заедаете. Это оральное поведение. Оральное поведение это графики про непринятие себя. Можете их почитать. В интернете поподробнее, что это такое. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. В принципе, вы можете дополнить свой вопрос тем, что конкретно причиняет вам стресс. Но лучше будет, если вы выберете специалиста и поработать с ним индивидуально. Это будет полезнее, это будет эффективнее, а это будет приятнее. Ого. Потому что здесь, в публичной части, у всех специалистов свое мнение. И вы еще больше потеряетесь в этих взглядах. Правильных самих по себе. Я желаю вам всего самого доброго. Надеюсь на оценку своего ответа. Всего вам самого доброго. Надеюсь, что ваша ситуация разрешится.